Западный проект остановился. А почему он остановился, как вы думаете? Ну, мне кажется, это вот абсолютно бесспорная истина, потому что со многими тезисами я бы, может быть, поспорил. Вот мне как раз интересно дальше. Вот дальше, да, это интереснее, это интереснее. Многие экономические деятели, деятели бизнеса скажут нам, дошло вы, Запад себя прекрасно чувствует, он экономически более силен, чем... Не скажет. Он в военном отношении более силен. И военная сила, между прочим, может достаточно серьезно обеспечить доминанту этого проекта. Конец, на мой взгляд, физический конец вот этой парадигмы, ну не физический, извините, идеологический конец этой парадигмы, это 70-е годы, когда один из инструментов развития, финансовый рынок, по сути, начал окончательно отрываться от той задачи, которую он решал в 18 веке. То есть обслуживание экономики товаров и услуг. Обслуживание экономики, да. И вот этот процесс, который начался в 70-е годы, по сути, привел к нынешнему состоянию, но это один из процессов, да, он привел к нынешнему состоянию, когда, собственно говоря, уже ни один институт не работает так, как было, ну неважно, задумано, замысленно, как он мог бы работать эффективно. И мы стоим сейчас действительно, ну не накануне, а внутри перемен. По большому счету, никто не знает, как эти перемены пойдут. Есть масса всяких подходов к тому, что будет, как будет развиваться глобальная экономика, как будет развиваться региональная экономика, как будет развиваться вообще представление об экономике. Потому что, по сути, подвергается сомнению все. Подвергаются сомнению показатели, а нужны ли эти показатели, рост как таковой. Подвергаются сомнения институты, подвергаются сомнения инструменты. И, с одной стороны, это потрясающе интересный период, вот, ну, посмотреть на все это, да. С другой стороны, это, безусловно, страшный период, потому что мы находимся в точке, ну, в значительной степени известности. Отрыв экономики финансов, экономики товаров и услуг критикуются многими, но в какие-то моменты, особенно в начале этого столетия, были люди, которые говорили, да бросьте, экономика товаров и услуг, так называемая реальная экономика, это мелкая функция от экономики финансовой, от экономики виртуальной. И она не значит, она doesn't matter, основные деньги делаются не там, и бог бы с ней. Я, конечно, понимаю, что это было гротрескное заявление, но смотрите, но смотрите, но смотрите. Не пытались ли нам этими агатесными заявлениями оттянуть, оторвать на какое-то время хотя бы от мысли очень простой, а король-то голый, он что, голый действительно? Ну, на самом деле, они даже не столько нас дурили, сколько... Сами себя в том числе, да. Сами себя. На самом деле, ситуация очень простая. Любой актив, в том числе банковский, это чей-то спрос. Вот когда-то, где-то. И весь этот рост финансового сектора происходил по одной единственной причине, что спрос наш с вами учитывался во все более и большее будущее. Ведь в норме это было там 3 года, потом 5 лет, потом 8, потом 20. Ну, а странно, так называемого третьего мира, не способны обеспечить этот спрос еще лет на, не знаю, 20-50-100? Это была замечательная дискуссия с аргентинским Гайдаром. Есть такой Доминго Кавалья год тому назад, который ему говорил, ну что вы, ну смотрите, есть миллиард китайцев, которые хотят айфон, в мире нет проблем. Так получилось, это был, значит, круглый стол, рядом со мной сидел китайский товарищ. Я говорю, скажите, пожалуйста, что вы скажете по этому поводу? Он сказал, у нас 130 миллионов человек, у которых доходы меньше полутора долларов в день. Эти люди не могут купить айфон при всем своем желании. Он сделал такую длинную паузу, сказал, правда, им можно дать кредит. Вот же, сказал Доминго Кавалья, но тогда они его не вернут, сказал китайский товарищ. Вот почему вокруг засмеялись, вот и все. То есть на самом деле нужно понимать, что спрос это платежеспособный спрос. Если у вас денег нет, вы, вот собственно, почему Африка никому не интересна? Негр может купить только в том случае, если ему дать денег. То есть кто-то должен ему дать, поэтому не нужно учитывать его деньги, нужно учитывать деньги тех, кто может ему дать. Ну вообще говоря, есть некоторый общий принцип. Чем сильнее кризис, тем сильнее доллар. Пока, во всяком случае. Собственно, за последний месяц доллар, кстати, растет относительно евро. Но этот принцип, он вообще и в каждый конкретный момент может и не действовать. Что касается кризиса, то кризис 2008 года, как и кризис 1998 года, были короткие. Они длились несколько месяцев реально. Потом начался экономический рост. Нынешний кризис начался, собственно, спад в российской экономике начался уже в прошлом году. И он будет длинный, он будет продолжаться долго. Это главная неприятность. Это, к слову, сказать о том, понимает ли бизнес что-то, что достигнуто предела роста. Каждый конкретный бизнес может и не понимать. Но вот те люди, которые являются идеологами, которые носят громкое название мировой закулисы, и у которых есть имена, эти люди все уже поняли. И сегодня очень всерьез обсуждается вопрос о том, что делать. И никакого ответа нет. И мне кажется, что ответа нет в том числе вот по какой причине. Дело в том, что все эти люди выросли в рамках либеральной цивилизации. Свобода – это право любого индивиду выбирать себе ценности. А я совершенно твердо убежден, что следующая экономическая модель будет построена на библейских принципах. Поэтому эти люди новую модель выстроить не смогут. 2008 года кризис, мне кажется, не закончился. Мне кажется, что 2008 кризис – это только начало. И тот всплеск экономической активности, который был в 2009-2007, это всего-навсего некая отрыжка такая. В мире он как начался в 2008, так и не кончился. Да, вот я об этом. У нас было локально. Так у нас тоже, у нас в принципе, пока мы движемся в единой парадигме. По сути, я, кстати, согласен, что мир в значительности регионализируется. И будет, собственно, единый глобальный проект будет заменен на некие региональные какие-то проекты. Но парадигма будет отменена. Вот у исламского проекта есть очень высокая пассионарность, но, на мой взгляд, там нет экономических идей. Мне кажется, что есть определенные экономические идеи у западного проекта, есть очень серьезные экономические идеи, с моей точки зрения, у возможного православного проекта. Я абсолютно считаю, что, конечно, экономическое будущее у Африки есть определенное. Но в рамках совершенно другой парадигмы развития. Развитие не связано с ростом как таковым, а с ростом как другим принципом. Обратите внимание, по сути, потерян за 20 век ценность труда. Как некой очень серьезной составляющей человеческой сущности. Труд как абсолютная непереходящая ценность, никуда не девать, его не существует. По сути, люди зарабатывают схемами. Вот именно зарабатывают, в смысле, в современном. Схема приносит деньги, труд не приносит деньги, труд приносит существование. Вот эта схема, безусловно, в себе сжила. Безусловно, ценности будут снова востребованы. И в том числе в экономической политике. Каким это образом произойдет? Это сложный вопрос. И в этом смысле, конечно, я не верю в то, что исламский проект как таковой будет значительно определяющим. Это действительно некое, в некотором смысле, в политическом смысле, это то, что прошло христианский крестовый поход. Они сейчас догоняются, догоняются вот этой вот исламской. Это будет, на мой взгляд, затихать. И китайский проект как таковой, да, как некая схема развития региональной экономики, но он тоже сейчас базируется на, собственно, глобальной парадигме современной, да, которая будет сменена. Поэтому будет определенная такая вот ситуация и время неопределенности, но в рамках этой неопределенности понятно, какие ценности можно закладывать в новую экономику, понятно, каким образом может быть выстроено будущее. Не получается ли так, что фактор военной мощи Соединенных Штатов Америки является сегодня то ли обеспечивающей силой экономических процессов, то ли сдерживающей силой, не позволяющей этим процессам развиваться более поливариантно, то ли вообще основным активом, который обеспечивает доминирование, по крайней мере, в политической сфере, в правовой сфере, если хотите, в нравственной сфере того самого западного проекта, который, как утверждается, вроде бы начинает терять свою энергию. Глобальные проекты конкурируют в трех сферах. Они конкурируют в экономике, и военные силы – это часть экономики. Вторая сфера – это демография. Это не только количество людей, это еще и качество людей, их готовность отдать свою жизнь. Отсюда вопросы к Африке, кстати. Там очень слабые, а вот в Китае очень хорошее качество, и у исламского проекта хорошее качество. И, кстати, у латиноамериканцев очень хорошее качество. Третья часть, не менее важная, это идеологическая. Мне кажется, что сегодня, особенно в условиях экономического кризиса, очень важно объяснить людям вот эту идею того, что надо соблюдать библейский принцип. Я обращаю ваше внимание на то, что произошло в Ватикане, когда, соответственно, новый папа, он, во-первых, принял имя в честь Франциска Осиского. Ну, как бы те люди, которые читали имя Розы, Умберта Эка, те понимают, насколько важна вот эта францисканская логика о том, что бедность – это не порог, а это в некотором смысле как бы обязательная вещь для того, чтобы быть ближе к Богу. И я хочу сказать, что на самом деле они вот начали вот эту вот войну с западным проектом. Ну, давно они ведутся. Слушайте, еще покойный папа Иоанн Павел II, и вслед за ним папа Беренедикт XVI говорили примерно следующее. Пал марксистский проект, пал коммунистический проект, а западный проект не сильно лучше, имея в виду как раз глобальную экономику. Это повторялось на уровне достаточно стандартного высказывания. Тогда они были как бы в пассивной ситуации. Они критиковали, но молчали. И тем не менее их истребляли отчаянно. Папа Беренедикт высказался один раз, но высказался достаточно восьмой, что он обличил власть денег. Да, это движение. Они сделали некий шаг. Получится у них, не получится – это вопрос отдельный. Я, кстати, не уверен, что получится, потому что современный Ватикан – это во многом власть денег. Но это отдельная тема. Но, кстати, деньги у Ватикана пытаются отнять через разного рода контролирующие международные механизмы. А золота у них не отберут. И это очень чувствительно. Чувствительный удар для Банка Ватикана, который один из главных обнальных контор в мире. Но у них есть золото реальное. И довольно много. И это очень важный фактор, потому что новая финансовая система, которая придет на смену системе доллара, она, безусловно, будет основана на золоте. Но есть еще одно о том, почему не помогают авианосцы. Авианосцами нельзя заставить человека работать. Авианосцами можно у человека отобрать. Но если у него и так ничего нет, то они бессмысленны. Они не работают. Авианосцы нужны против других авианосцов. Ну, а нас уверяли в том, что работать должны и производить прибыль должны несколько сот миллионов людей максимум. А всем остальным нужно просто давать для пропитания определенное количество еды, денег и так далее. Это может быть и так. Но проблема состоит в том, что современная экономика – это экономика спроса. Нету спроса, нету экономики. Это просто реальная, объективная ситуация. Поэтому как только вы кого-то выводите из спроса, у вас немедленно экономика проседает. И так, значит, получается, что в какой-то момент мировые элиты будут вынуждены признать, что рост дальше невозможен. Идея постоянного роста, идея постоянных качественных рывков в экономике в течение нескольких столетий – это нежизнеспособная идея. Хорошо. Это признают. Наверное, уже многие признают. Значит, получается, что многим людям в течение длительного времени, а то и всегда, нужно будет довольствоваться малым и нужно будет довольствоваться стабильностью. То есть, возвращаться к той самой библейской системе устроения общественной жизни, если хотите, о которой вы говорите. Это опора. Если этой опорой не будет, это будет хаос. То есть, согласятся люди или нет? Люди, которых много веков воспитывали как раз в полной убежденности, что дети должны качественно лучше жить, чем родители, а уж внуки должны, не знаю, в разы лучше жить, чем бабушки и дедушки. Пожалуйста, Игорь Васильевич. – Первое, я бы немножко здесь вот скорректировал. Рост не то, что там невозможен, а произойдет осознание, что рост бессмысленен. Это, мне кажется, более точное слово. Он просто бессмысленен. И когда мы говорим о качестве жизни, то все большую роль будут играть другие факторы. То есть, грубо говоря, ведь человечество уже оделось в значительной степени, обулось, оно накормлено в значительной степени. Несмотря на то, что есть голод, но, в принципе, оно накормлено. Оно живет в нормальных условиях. И вот здесь возникает другая история. То есть, человечество требует ничего-то, ну, то есть, ну, сколько можно иметь пар обуви, да, вот, сколько можно иметь комнат. – Спросите простого молодого человека, живущего под Тамбовом. – Согласен. – Он, прежде всего, наученный не просто паразигмой, а элементарной рекламой и элементарными какими-то... – Отец Силат. – Он скажет, что ему нужно в материальном отношении. На последнем месте у него будут духовные запросы. – Вы знаете, а помните 12 стульев, да, сколько тебе нужно для полного счастья? Вот, на самом деле, не так много ему нужно для полного счастья этому молодому человеку из Тамбова. Если он опишет параметры своего счастья, то окажется, что их дать не так уж сложно. А вот другие вещи, да, впечатления, семья и радости семьи, да, то есть, не только радости потребления, радости труда и так далее. Вот в некотором смысле произойдет переосмысление того, что такое, ну, скажем так, как можно реализовать рост качества, не уходя в количество вещей, в количество комнат и так далее. – Люди будут получать удовольствие от, собственно говоря, общения в семье. – Кстати, вот этот самый молодой человек, он так думает только на теории, пока у него нет детей. Как только у него появляются дети, он начинает понимать, что детям нужно дать еще что-то, кроме этого. – Да, именно по этой причине либеральная пропаганда так активно борется путем ювенальной юстиции против семьи. Любой ценой, потому что они понимают, что если традиционное общество возродится через семью, поэтому семью нужно уничтожить. – Людям нужно предложить новую модель жизни, новый город на вершине холма, не заваленный каждый год меняемыми тачками, шмотками, гаджетами и всем прочим, а состоящий из неких моральных принципов, из ощущения стабильности, из ощущения жизни, которая должна представлять из себя не скачкообразный рост, не взрывные какие-то проекты жизненные, а некую стабильность. – Эти самые мировые элиты, они сегодня уже понимают, что сохранить модель не получится старую. У них была мысль, да, они контролируют эту модель, поэтому сохранение модели обеспечивает им статус. Все замечательно. Сегодня они поняли, что модель сохранить нельзя. Значит, их следующий шаг, о котором они думают, это то, как придумывают новую модель, но в которой они останутся элиты. Я могу сказать, что эти модели, они уже звучат, там, общество разумного употребления или еще чего-то. Причем это разумно, это все правильно. Вопрос в том, смогут ли эти элиты эту модель сделать, это другой вопрос. Но проблема в другом, как показывает опыт, при таком радикальном смене модели меняются и элиты. Какая-то часть останется. Но даже в 1917 году, но вот после, значительная часть старой императорской элиты осталась. Значительно. Ну, хорошо, ну, пускай не 50%, но процентов 30% осталось точно. Вот. И многие из них там во втором-третьем поколении вылезли очень высоко. И, в общем, и так и будет. Да, вот из этой вот элиты либеральной, нужно при этом понимать, что ее объем сегодня раз в 10 больше, чем должно было бы быть за счет этого финансового пузыря. То есть, если она сократится в 10 раз, и, грубо говоря, старые останутся, ну, по крайней мере, частично, но при этом они будут учить своих детей по новым принципам. Это очень важно. То есть, если они готовы изменить модель, то это можно только приветствовать. Это умный сценарий, разумный сценарий. Но пока, мне кажется, все-таки слишком многие продолжают мыслить в категориях линейного развития истории, единой идеологии, единого прогресса и так далее. Не очень-то хотят добровольно уступить эту позицию многие из представителей тех самых элит, о которых мы только что говорили. А как это? Не до жира быть бы жиром. Это сковородочка-то поднимет. Одну реплику. Пожалуйста, Игорь Александрович. Понимаете, можно думать как угодно, но экономика встала. Вот и все. Поэтому, так или иначе, процесс пошел, осознание этого процесса существует, выбор сценария. Ну, вот я бы, кстати, не привлечил военную силу в этой истории, потому что, на самом деле, конечно же, есть такая тема, как социальный заказ, давление. Но, кажется, военная сила Запада тоже увидела свои границы. Может быть, я наивный человек, может быть, я недооцениваю линейности и шаблонности мышления военных людей, в том числе западных. Но, смотрите, да, есть оружие, которым можно уничтожить весь мир, без цели, без всякой, совершенно верно. Есть оружие, которым можно, в общем, вбомбить в каменный век более-менее все, что угодно. Но та военная сила, которая позволяет контролировать, реально контролировать территорию, за исключением нескольких больших городов, демо-емкая, энерго-емкая, финансово-емкая, экономически-емкая. Ну, и вопрос, что дальше. И пределы, пределы уже видны, да? Есть же масса фильмов про то, как вот современный, ну, грубо говоря, во время учений, там, танковый батальон попал в средние века. Он может истребить там кого угодно, но установить свой порядок он не может, их мало слишком. Ну, то есть, невозможно. Там есть вот эта вот модель. Максимум, что они могут, они могут самих себя назначить феодалами и встроиться в эту феодальную лестницу. Все, больше они ничего не могут. То есть, тут как бы объективное обстоятельство, никуда не денешься. Векто, связанный с разрешением судного процента. В христианской традиции он не был разрешен. И у нас, между прочим, глубоко в сознании, в совести, в сердце, в мозгах сидит понимание того, что ситуация, в которой деньги делают деньги, это нравственно небезупречная ситуация. Мы можем что-то предложить, какие-то меры, не знаю, радикальные или нерадикальные, направленные на возвращение, по крайней мере, к постулированию этого принципа? Ну, во-первых, нужно сказать сразу, что так просто новую экономическую модель не придумаешь. Она как бы должна каким-то образом вызреть. Но я считаю, что, прежде всего, нужно продемонстрировать некий флаг. А в чем вся проблема? Сказать, что это плохо. Да, совершенно верно. Нужно сказать, вот это плохо. Мы не приветствуем ювенальную юстицию, потому-то, потому-то и потому-то. Мы не приветствуем такую банковскую систему. Мы не приветствуем то, что сказать, вот отделить белое от черного. Вот это сегодня не существует описание современного мира с точки зрения библейских ценностей. Мы даже не понимаем, что слово «свобода» в западном понимании и в нашем понимании принципиально различает. Чистокол тех медийных, культурных, образовательных, политических шаблонов, которые говорят, надо успокоиться, все уже решено. Мир идет в определенном направлении. Это направление, это направление избрано давно, и ничего вы с этим не сделаете. Поезд убегает, бегите за ним, прыгайте на него. Тренд сменится. Это нужно делать. Вот у меня была идея проекта «Аттезаврус». Объяснение слов. Вот слово «свобода» в либеральном смысле, католическом, коммунистическом. Вот оно. Сами вот смотрите, вот это, что значит это слово. Еще один проект, который мне ужасно хочется сделать. А Соединенные Штаты Америки очень любят писать доклад о нарушениях прав человека. Что мешает раз в год выпускать доклад о нарушении библейских принципов?